Добрый день, дорогие мои друзья! Сегодня видео будет необычное. Называется «Мои аутфиты 90-х». Идея этого видео принадлежит не мне, а прекрасному влогеру Марии Михиной, которую я смотрю с превеликим удовольствием. И она выпустила такое видео. И с ее позволения, так сказать, я выпускаю видео такое же. Я получила от нее эстафету выпустить видео на эту тему. Это видео о том, как я одевалась в 90-е годы. Это мои старые фотографии. Я их просто сняла на телефон и буду вам сейчас показывать и рассказывать ситуации, в которых я так одевалась и что это за одежда, откуда она взялась. Но я не все помню на самом деле. Много там одежды, на которую я не помню, откуда она взялась. Это было очень давно. Это было в 90-х. Еще раз хочу поблагодарить Марину Михину за идею, за прекрасную идею этого видео и за то, что она разрешила мне, так сказать, воспользоваться этой идеей. Не только разрешила, но и поддержала меня в том создании этого видео. Можно сказать, что это подтолкнуло меня на создание этого видео. И привет, Мариночка, я знаю, что ты меня смотришь. И я надеюсь, что вам понравится. Будет интересно, весело. Мы развлечемся. Я готова принять любую критику и любые ваши комментарии на тему моих фотографий. Потому что мода 90 действительно была довольно смешная. И, на наш взгляд, она сейчас возвращается. Но возвращается немножко не в том виде и немножко не так. Поэтому я думаю, что эти аутфиты, в общем, выглядят довольно смешно и как-то так немножко нелепо. Но, тем не менее, мы были намного моложе. И, видимо, это многое сглаживает наши, так сказать, огрехи в стиле и стилистические ошибки. Молодости можно простить очень много. Давайте будем смотреть. Я буду комментировать. Все. Надеюсь, что вам понравится и вы получите удовольствие. Окей, давайте начнем. Но прежде чем мы начнем, я хочу вот что сказать, что технически снять это видео довольно было сложно, потому что некоторые фотографии, которые горизонтальные, очень трудно ложатся в формат Ютьюба. Поэтому мне приходилось там как-то комбинировать, изощряться, в общем, делать какие-то восьмерки в воздухе, как у нас когда-то говорили. Вот. И, может быть, технически это не выглядит красиво и органично, но я старалась. И уж, пожалуйста, не обессудьте. Итак, первая фотография. Это моя фотография с, по-моему, 92-й или 93-й год. Мы только приехали в Израиль. Мы приехали из России, из бывшего СССР, извините, в Израиль в 92-м году. Нищие как церковные мыши. У нас было 30 долларов в кармане на человека. Денег у нас не было. И я тогда пошла работать на работу не очень престижную, мягко говоря, а грубо говоря, поломойкой. Но я всегда любила одежду. И вот этот вот комплект, это были брюки и такая вот темно-синяя брюки палацу и такая темно-синяя майка шелковая, была куплена мною в магазине «Мислогод». Это был один из самых дорогих магазинов в Иерусалиме. Мы тогда жили в Иерусалиме, кстати. И магазин «Мислогод» находился в Мигдале по ОМОН. Девочки из Израиля, которые меня смотрят и живут в Иерусалиме, вы, может быть, знаете. Я не знаю, если он существует еще до сих пор, но тогда это был один из самых дорогих магазинов Иерусалима. И в Израиле люди не одевались как бы очень элегантно, изящно и красиво, так как одевались русские девочки. Но вот этот был магазин, один из первых, которые были открыты именно во время приезда бывших жительниц Советского Союза в Израиль. Ну и я, как сейчас помню, я отправилась туда с моей подружкой, и мы купили с ней какую-то одежду. Вот я помню этот топ и эти брюки, они были из чистого шелка, стоили безумных, беспредельных для меня тогда денег, но я не могла удержаться. И если вы заметите потом на следующих фотографиях, то эти брюки у меня мелькают очень на многих фотографиях. Очень долго я их носила, они очень долго служили, да и топ тоже. Вот другая фотография того же периода, те же брюки и тот же топ. И, кстати, я тогда была рыжая и с такими кудрями, очень крутыми кудряшками. По-моему, я даже сделала химзавивку или что-то такое. Ну и рыжие волосы, в общем, рыжая бестия, короче говоря. И вот этот вот комплект из чистого шелка. Я носила очень долго, и я носила его с этим вот широким поясом. Выглядел он очень такой элегантный, знаете, как будто бы очень дорогой. То есть, собственно, он был очень дорогой. Я очень гордилась им, и, в общем, носила его и в пир и в мир, и очень любила. И вот этот маленький ангелочек, который вы видите рядом со мной, это мой старший сын. У меня трое детей, трое мальчиков. И это мой старший сын, ему 32 года. Он, конечно, не живет с нами, он взрослый самостоятельный мужчина уже. Но вот тогда ему было, по-моему, 3 или 4 года. Он был совершенный ангел и красавчик. И вы увидите его на очень многих моих фотографиях, потому что в период 90-х, собственно говоря, это был мой единственный ребенок. Мой следующий сын родился в 2000 году. Поэтому он будет мелькать на очень многих фотографиях. Еще одна фотография тех же времен, тех же лет. Между прочим, те же самые брюки. И вот такая вот кофта. Она была белая, темно-синий цветочек. И такой большой-большой воротник, отложной, с темно-синим таким подворотником. Еще одним. Эту кофту мне отдала наш сосед. Как я уже говорила, мы были достаточно бедные люди. Можно сказать, почти что нищие. И мы жили в Иерусалиме. Нашими соседями были люди довольно состоятельные. И она, глядя на меня, она была старше меня, эта женщина. Я, как сейчас ее помню. Она тогда собрала какой-то там мешок с одеждой для меня. Все это мне было велико. Но, тем не менее, представляла для меня невероятную ценность. Потому что это была одежда бесплатная и имбордная. Короче, помню эту блузку. Очень долго ее носила. У нее такие рукава буфы. В общем, даже по нынешним временам она неплохо смотрится, по-моему. Но была с чужого плеча. Великовато, широковато. Но, тем не менее. И что-то у меня с лицом на этой фотографии. Я вот смотрю сейчас. Думаю, как будто я что-то жевала. Или что-то такое, в общем, достаточно странное и смешное выражение лица. Какое-то... Не знаю. На всех этих фотографиях я не очень как-то весело выгляжу. Не знаю. Может быть, просто... Я достаточно скованно чувствовала себя перед камерой. Я считала, что я очень нефотогенична. Очень плохо получаюсь на фотографии. Я, кстати, до сих пор так считаю. Я неплохо получаюсь на видео, но на фотографиях статичных я получаюсь очень плохо. Я себе никогда не нравилась и до сих пор не нравлюсь. Ну, в общем... Плюс еще, знаете, сейчас мы делаем селфи и мы себя видим. А тогда это было снято на пленку и на фотоаппарат. И, в общем, было трудно представить, как я выгляжу. В общем, какое-то такое странное выражение лица. Ну, что поделать. То, что есть. Вот еще одна фотография. Здесь я уже блондинка. Если видно, может быть, не очень хорошо видно. Фотография достаточно мутная, но тем не менее. Это была фотография, сделана в Турции. Наш первый выезд за границу тогда из Израиля. Мы поехали в Турцию в отпуск. И, как я уже говорила, с деньгами было так себе не очень. Эта кофта была куплена где-то в каком-то иерусалимском магазине. Чуть ли не на базаре или что-то такое. Засущие какие-то 20 шекелей, копейки. А она была вся вся в цветочек. Очень разноцветная. Мне она очень нравилась. Я носила ее и так, и эдак. И, в общем, и под пояс. И завязывала на поясе. И заправляла в брюки и в юбки. Кстати, брюки те же самые. Если вы обратите внимание. Те же самые синие шелковые брюки. И огромные совершенно плечи, которые я тогда очень-очень любила. Тогда это было модно. И я вставляла плечики абсолютно во всю свою одежду. Начиная от блузок, кончая там куртками и какими-то плащами. В общем, плечи мне... У меня, на самом деле, от природы плечи очень узкие. Поэтому плечи я вставляла везде и всюду. Кстати, широкие плечи уменьшают как бы нижнюю. То есть, если у вас плечи широкие, то нижняя часть вашего туловища, грубо говоря, попа, она выглядит значительно меньше, когда у вас широкие плечи. И, в общем, я как бы компенсировала свои природные узкие плечи вот этими плечиками. И такая... Щечки такие. В общем, ух, прямо хоть куда. Так, едем дальше. Это фотография с нашей первой машиной. Наша краса и гордость. Ниссан. Был куплен в 92-м или 3-м году. Мы очень ею были довольны. Кстати, машина неплохая. Действительно, долго ездила и очень хорошо себя показала. Ну вот, смотрим на мой образ. Это короткие шорты и маечка коротенькая, такая широкая. Отрезанная, по-моему, я тоже ее где-то... Она была длинная маечка, я просто ее отрезала, сделала такой короткий топ. Тоже, между прочим, подшила под нее плечи. И такие короткие шорты, типичные, такие 90-е года. Такие шорты-бананы, я бы сказала. В общем, ну, я была тогда, видите, стройная дама и, в принципе, могла себе позволить короткие шорты. И, кстати, очень много здесь будет дальше короткой одежды, коротких юбок, коротких платьев, потому что я была довольно стройная в те годы. Ох, куда что делась. Ну, в общем, короче, вот такой вот образ. Очень простой, очень такой летний. Просто такая маечка и шортики. Эта фотография была сделана в Америке, в городе Атлантик-Сити, под Нью-Йорком. Это город-казино. Это была моя первая поездка в Соединенные Штаты. Тогда я поехала навестить свою семью, своих родителей, свою сестру. Первый раз. И, конечно, нарядилась как положено. Как я считала, что я должна наряжаться. Вот, как бы в трип, в поездку. Синий двубортный пиджак с золотыми буковицами, красный свитер и синие брюки. Не те же самые, что были. Не шелковые мои брюки, а другие теплые шерстяные, потому что это был, по-моему, март месяц. В общем, было достаточно холодно еще. Вот, тут я по-прежнему блондинка с длинными волосами и фотография сделана в Атлантик-Сити, как я уже говорила. Ну, такой классический, классический образ. На самом деле выглядел, я сейчас так понимаю, довольно смешно, потому что в те времена в Америке люди не одевались так вот просто, знаете, в поездки. В поездке люди носили джинсы, кроссовки, какие-то спортивные куртки, майки, а вот так вот в пиджаке, двубортном, значит, люди ходили в офис на работу. Ну, и я же приехала и должна была покорить Америку и всем показать, какая я красавица и умница. Да. И, в общем, приперлась я вот такая вот вся нарядная, и в таком же нарядном виде я поехала вот в этот вот Атлантик-Сити покорять, так сказать, просторы Соединенных Штатов. Ну, в общем, ну, как бы ничего страшного не произошло, но сейчас я понимаю, что выглядел я довольно нелепо. Та же моя поездка в Нью-Йорк, по-моему, это был 96-й год. Я тогда ездила в Нью-Йорк, по-моему, чуть ли не каждый год, каждые полтора года. Вот, здесь я уже в красном пиджаке. У меня было два пиджака. У меня был синий пиджак и красный пиджак. Синий был двубортно с золотыми пуговицами, и красный был такой длинный ниже бедер, и, в общем, по талии такой приталенный пиджачок. Куплен был в магазине, вот не помню, в каком-то израильском магазине. Не то Кастро, не то... А может быть, они в израильском, а может быть, это было в Мага или в Заре. В общем, я не помню. Ну, короче, был у меня красный пиджак и синий. Вот это был красный пиджак. Здесь я, кстати, вот в тех же самых шелковых синих брюках. И очень странная поза какая-то. Я как-то руку вывернула. В общем, что-то пыталась какую-то сделать, какую-то позу, наверное, изобразить, но меня поймала камера вот таким вот образом. Кстати, на заднем плане у меня изображены, по-моему, вот эти самые близнецы New York World Trade Center, которые, к сожалению, уже не существует этих билдингов, этих зданий. Ну, вот не видно, как это автобусом закрыто. По-моему, я на фоне их фотографировалась. И, в общем, вот такая вот состою, элегантная, красивая в красном пиджаке, в синих брюках. Прямо вот все-все-все в тон. А вот какой милейший костюмчик синего цвета. Вообще, синий цвет в моей одежде присутствовал и продолжает присутствовать в невероятных количествах у меня до сих пор. Я очень люблю зеленый, но синих вещей у меня очень много. Платьев, там, брюк, костюмов и так далее. И тогда, как ни странно, вот видите, синего у меня было очень много. Костюм синий, брюки и пиджак с такой белой-белой оторочкой. Очень элегантный, очень красивый. Мне он очень нравился. Я его очень долго носила. И, в общем, я его тогда купила тогда в эту мою поездку, примеряла. В общем, крутилась, красовалась перед камерой, строила какие-то рожи, изображала какие-то позы дурацкие. Как я себя представляла, я выглядела хорошо. Но сейчас мне смешно на это смотреть. Ну, в общем, прикольно. Это вот на кухне у моей сестры. На фоне холодильника я изображала себе супермодель в этом костюме. Костюм шикарный. Кстати, носила его очень долго, действительно, прослужил немного-много лет, и он такой вне моды. Если вы видите, вот, в принципе, его можно было бы сейчас носить, по-моему, вполне он неплохо бы выглядел даже до сих пор. Это моя следующая поездка в Нью-Йорк. По-моему, 97-й или 98-й год. Кожаная куртка Косуха, привезенная из Турции. Вот тогда, когда мы ездили в Турцию, я себе там на рынке, на базаре купила кожаную куртку коричневую. Ну, тоже, видите, там плечи, все дела. В общем, короче, я так долго ее носила. Вы ее еще увидите в нескольких моих образах, фотографиях, много лет. Действительно, много лет ее носила, и как-то она не выходила из моды. И сейчас бы, наверное, она не вышла из моды, если бы не плечи. Вот если выдрать из нее плечи, то, наверное, в принципе, она бы выглядела достаточно современно. Натуральная кожа, и стоила она там, что-то не помню сколько, но, в общем, с турецкого рынка, короче говоря, куртка. Тот же самый красный свитер, какие-то синие в полоску, по-моему, тоже шестяные брюки. Сумка, по-моему, та же самая. Я все еще блондинка, все еще с длинными волосами. Ну, как видите, одежды у меня было немного, она повторяется. Куртку эту вы увидите еще не раз, и свитер этот вы уже видели. Брюки, по-моему, тоже, в общем, я не уверена, но, по-моему, с синим пиджаком. С золотыми пуговицами на мне были именно эти брюки. Я вообще смотрю на все на это и думаю, как мало у меня было одежды, и как мало мне надо было. В принципе, мне достаточно было вот того гардеробчика, который у меня был, и я носила из года в год одно и то же. И, в общем, что называется, минимализм рулил тогда. Хотя, кстати, минимализм совсем не был в моде тогда, скорее наоборот. Но, видите, минимализм по нужде, и мой гардероб был гардероб минималиста. Следующая моя поездка в Нью-Йорк. Вот это, по-моему, 98-й, а предыдущая фотография была 97-го года, но не суть. Здесь вы видите меня и моего сыночка. Он немножко подрос с момента первой фотографии. Опять же, на фоне меня World Trade Center. Я не знаю, если видно, может быть, не получится, он не вместится в формат Ютуба эта фотография. Но, в общем, волосы покороче уже я подстригла тоже. Все еще блондинка тоже с таким каре у меня тогда был. Очень-очень простой аутфит. Это были джинсы и голубая такая в цвет джинс-футболка. Ну, в общем, так довольно минималистично, я бы сказала, тоже. И, в принципе, на все времена такой аутфит мог бы подойти. Это та же поездка. Как видите, тот же аутфит практически. Та же футболка, те же джинсы. Но с тем же самым синим пиджаком с золотыми пуговицами, в котором я уже выступала на одной из фотографий. И, опять же, повторюсь, что одежды у меня было мало, и я вот как-то выкручивалась из трех с половиной вещей, делала себе там 10 аутфитов. Сынок мой тотал джинс, джинсовые джинсы, брюки, джинсовая куртка и какой-то такой свитер с рисунком. В общем, сынок мой выглядел моднее, чем я, и у него было нарядов, по-моему, побольше, чем у меня. Ну, как говорится, все лучшее дети. Вот знаковая фотография. Это уже дома в Израиле. Прическа, как вы видите, изменилась. Та же блондинка, но с короткими волосами. Я тогда очень коротко постриглась после развода с моим первым мужем. И, как вы знаете, что женщина в кризис что делает? Меняет прическу, меняет цвет волос. Я, конечно, тоже ничего лучшего не придумала, чем отстричь волосы и сделать себе короткую стрижку. И, в принципе, ну, ничего, такая была причесочка. Я тогда весила 46 килограмм. По-моему, это видно на лице. Лица вообще нету. Отсутствие лица. Но, во всяком случае, то, что было. Я тогда очень много переживала. Очень много было волнений и страданий и так далее. В общем, я страшно сильно похудела. И моя мама тогда прилетела ко мне из Нью-Йорка. Ну, как бы морально меня поддерживать. И первая фраза, которую она мне сказала в аэропорту, когда она увидела меня, она сказала, «Боже мой, какая ты худая». Это действительно очень бросалось в глаза. Ну, правда. Мой рост метр шестьдесят. Я весила 46 килограмм. При, в общем, как бы... Мне тогда было 30 лет. И не 18, так скажем. То есть я действительно была очень худая. И вот это вот платье, кстати, я тоже привезла его из Америки. Из одной из моих поездок. Может быть, здесь не видно на фотографии. Но оно такое было темно-синее. Кстати, опять темно-синее платье. А в голубой цветочек рисунок был такой азиатско-китайско-японский. Такой, знаете, как будто бы такие веточки японского дерева или какого-то японского рисунка вот по ткани, по шелку. Ну, это не был шелк. Это была, конечно, синтетика какая-то. Ну, как будто бы шелк, атлас какой-то. Ну, в общем, оно было очень красивое. Я тоже его очень долго носила. И до сих пор, кстати, его храню. У меня рука не поднимается его выбросить, потому что я очень его люблю. Оно, конечно, не налезает на меня уже никаким образом. Но, тем не менее, где-то лежит у меня в закромах. Ну, и если постричи коротко было недостаточно, то после этого я еще и перекрасилась из блондинки в кардинально черный цвет. Такой черный-черный, знаете. Потому что как бы вот переживания толкают женщину на кардинальные изменения ее образа. И я тогда перекрасилась из блондинки в брюнетку. Прямо такую черную-черную брюнетку, жгучую. Ну, я сейчас как бы мой цвет сейчас такой более, более такой бордово-красный волос у меня сейчас. Тогда я была прямо вот совершенно черные волосы, как воронье крыло. Ну, вот. Во всяком случае, мне казалось, что изменив прическу, я изменю какую-то свою карму. Или что-то в этом роде. Вот. Кстати, та же самая кожаная косуха и те же самые джинсы и какой-то такой свитер, уже не помню что. Ну, в общем, вот такой вот образ простой, каждодневный, довольно такой. Ничего особенного, но в стиле тех лет. В общем, я все еще брюнетка с короткими волосами. Это моя очередная поездка в Америку. По-моему, 98-й год. Мы подбираемся к 2000-м. Сынок мой сильно вырос, как вы видите. Совсем большой мальчик, тоже весь в джинсе, как всегда. И на мне такой серый тренч. Какой же это был месяц? Наверное, апрель. Или, может быть, наоборот, это было осенью. Я не помню. В общем, было довольно прохладно. Как вы видите, туман на заднем плане. Серый тренч. Кстати, я не помню, где он. Что с ним случилось? Он на фотографии выглядит очень современно. Я бы сказала, что, в принципе, даже сейчас его можно было бы носить абсолютно без всяких проблем. Абсолютно не помню, что за бренд, где я его купила, откуда он взялся у меня и куда он пропал из моего гардероба. Ну, видимо, с переездами. С 98-го года столько времени прошло, и мы как бы не раз еще переезжали. Да, видимо, куда-то он пропал и замотался. Хотя жаль. Вот я сейчас смотрю на него и думаю, совсем неплохой такой тренч, и я вполне могла бы его носить даже сейчас. Ну и вот, это я с моим будущим мужем. Тогда еще будущим. Мы тогда уже жили на севере Израиля. Мы перебрались уже из Иерусалима давно. И вот здесь мы как раз поехали в Иерусалим на экскурсию по старому, так сказать, старому городу. На фоне нас, кстати, вид Иерусалима. Но тут, видно, плохо, как-то не очень понятно, что это. Ну, во всяком случае, вот. Я одета очень просто. Черные джинсы и красный топ. Такой коротенький. Немножко открывает живот. Но, опять же, я могла себе тогда это позволить. Ничего особенного. Очень обычный образ. Образцы не очень такой, очень трендовый и модный. Но, в принципе, как бы вполне можно было его даже сейчас носить, по-моему. Ну, конечно, эти вещи уже где-то все давно не со мной. И размер у меня уже совсем другой. В общем, конечно, не смогла бы я их носить. Но как образ, в принципе, сошел бы даже и сейчас. Вот такой простой, незамысловатый образ. Короткая юбка, маечка в полосочку, сверху кофточка такая, кардиганчик черный. Я так собиралась на работу, и мой муж меня щелкнул. Я такая все стесняюсь, хихикаю. В общем, стесняюсь, короче говоря. Да, ну, в общем, я так ходила на работу довольно часто. Опять же, я была намного стройнее, чем сейчас. Могла себе позволить короткие юбки и обтягивающие блузочки. Но, на самом деле, это было модно тогда по тем временам. Такое короткое мини, разрезик сбоку. В общем, вот это я ходила так на работу. В принципе, сейчас я бы так уже не пошла. Но по тем временам это было актуально, современно. И выглядело неплохо, по-моему, вполне. Очередное мини белого цвета, обтягивающее платье, короткое. Ну, тогда так носили. Это, в принципе, было модно. Тем более, мы жили в Израиле, там жарко. И, в принципе, там носили открытые короткие платья. Это было очень даже в тему, кстати. Вот. Ну, так одевались. И я так одевалась. Чего уж тут. Модно было. Носили то, что модно. Это фотография из моей поездки в Париж. Я не знаю, если видно на заднем плане. Там у меня Нотр-Дам де Пари. Еще целый, не сгоревший. Это 99-й, по-моему, год. Поехали в Париж. Выпинжилась я по полной, значит, такое белое пальто. Почти что белое, бежевое слоновые кости. Черные ботильоны на каблуке. В общем, короче, по полной программе приехали покорять Париж. И, конечно, надо было одеться так, чтобы весь Париж пал к нашим ногам. Опять же, по нынешним временам я смотрю и думаю, господи, боже мой, надо же было на каблуках колесить по всему Парижу в бежевом пальто. Это, конечно, безумное безумие. Сейчас бы я одела бы кроссовки, джинсы и, наверное, майку и какой-нибудь там худи. Но по тем временам, в 99-м году, почему-то я считала, что в Париж надо приехать так, чтобы весь Париж умер от восторга. И признал меня там королевой моды и стиля. Странные были представления у меня тогда, но тем не менее. То, что есть, то есть. Строки из песни не вычеркнешь. Вот любуйтесь. Стою такая красивая на каблуках в бежевом пальто. Ой, какое видео уже длинное получилось. Надо закругляться. Я постараюсь побыстрее. Это фотография с моей свадьбы. Мы поехали жениться на Кипр. Платья свадебного у меня не было, поскольку я выходила замуж второй раз. И вообще не воспринимала это как, ну, что мне нужно свадебное платье белое или там что-то такое. Потому что, в принципе, я уже была девушка совсем не девушка. Я не такая уж молодая. Как бы вполне сойдет то, что было. Мы как бы так не на полном серьезе сыграли свадьбу. Просто поехали на Кипр, там поженились. В общем, как бы такая, знаете, Лас-Вегас-стайл свадьба. Вот. Ну, у меня было вот такое вот платье. Это мое свадебное платье. Второй раз я выходила замуж в этом платье. И, в общем, ну, да. Наверное, это немножко странно. Но, как бы, я тогда не заморачивалась по поводу свадебных платьев. И, в принципе, я считаю, что это вообще не имеет никакого значения. Это там же на Кипре, уже после свадьбы, в гостинице на балконе. Мы что-то там пьем. В общем, аутфит состоит из шорта и купальника. Топа от купальника. Собственно, там на Кипре больше никакой одежды другую не надо было. И даже шорт не надо было. Можно было просто в купальнике бродить по всему Кипру. Но, как бы, я все-таки соблюдала какие-то правила приличия. Кстати, единственное, что, когда мы там женились в местном сити-холле, то нам сказали, что только, пожалуйста, на свадьбу в купальниках не приходите. То есть, оденьте на себя что-нибудь. А так, в принципе, можете надеть что угодно, только не в купальниках, пожалуйста. Ну, на самом деле, там действительно можно было ходить в чем угодно. И вот я в этом топе от купальника, по-моему, так и проходила все оставшееся время. Но, в общем, ну вот такой аутфит пляжный, я бы сказала, такой курортный. Там же на Кипре у меня была такая юбка коричневая в желтых цветах, длинная. Знаете, юбка миди, она была прямо до пола. И желтенькая такая маечка трикотажная. И вот так вот я тоже вот топ от купальника, шорты. И вот этот вот аутфит. Я отходила всю нашу поездку на Кипр. Что-то выражение лица у меня какое-то невеселое. Я типа там была невеста. Почему-то я выгляжу как-то не очень счастливой. Ну, наверное, головку напекло. Может быть, там было очень жарко на самом деле. Еще одна фотография. В каких-то горах мы там лазили. Вот у меня там выглядывает сынок мой. Совсем уже взрослый, совсем уже большой. Ну, особого такой как бы стиля в этом аутфите нету. Но это опять же было, знаете, в израильской жаре. То, что мы носили. Шорты, топ короткий и голый живот. Вот, на самом деле, поставила фотографию, потому что хотела похвастаться. У меня был довольно такой красивый, хороший пресс тогда. Вот. Ну, и надо же было продемонстрировать и показать. Вот. Показываю. Редчайшее явление. Снег в горах Израиля. Там снег был довольно редок. Довольно большая редкость. Ну, и я на фоне снега. Кстати, хочу обратить ваше внимание. Все та же куртка-косуха турецкая. И, по-моему, тот же самый красный свитер, который я была в самом начале моей фотосессии еще в Нью-Йорке. На одной из фотографий в Нью-Йорке, по-моему, в 96-м году. Это уже 99-й год. То есть три года я носила тот же самый свитер, ту же самую куртку. Джинсы другие, по-моему. Но, в принципе, у меня тогда было две пары джинс, по-моему. Одни такие более клешные, одни такие скини, вот эти. Вот. Ну, и три свитера. Два из них представлены на этой фотографии. Ну, и начало 2000-го года от кубиков и пресса не осталось следа по причине того, что я уже была немножко беременна. Девушка была немножко беременна. Ну, и как бы это, по-моему, даже видно на фотографии. Я так раздобрела. И, в общем, с трудом помещаюсь в кадр. Но, в общем, у меня есть экскьюз. Я была на первых месяцах беременности. И с трудом влезала в свою одежду. И с трудом она на мне застегивалась. Но еще пока не носила беременные вещи. Но, во всяком случае, выглядела вот таким вот образом. Ну, и это тоже 2000-й год. Здесь уже девушка довольно хорошо беременная. Уже даже, по-моему, это видно. Мы что-то праздновали, что-то отмечали. Уж не знаю, почему у моего уже такое лицо. Ну, в общем, наверное, это была шутка. Не знаю. Ну, во всяком случае, у меня в бокале не вино, а какой-то сок. Не подумайте, что я беременная пила вино, винище. Нет. Полосы, видите, у меня те же черные, но уже сильно такие отросшие. Я уже не стрелась так коротко. Видимо, успокоилась. Уже не хотела перемены, изменений. Вот. Ну, во всяком случае, вот такое видео у меня получилось. Я надеюсь, что вам понравилось и было интересно. Жду ваших отзывов и комментариев. Мне будет очень интересно, что вы думаете по поводу моих фотографий. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте мне лайки. Буду вам очень признательна. Люблю, целую. Всего доброго. Пока. Увидимся в следующем видео. Бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok